Путепровод Несмотря на все противоречия, работы начались. Журналистам предложили посмотреть, что там делается сейчас. Были установлены дорожные знаки, согласно схеме организации дорожного движения. Также произведены работы по демонтажу перельного ограждения, тротуарных плит, деформационных швов. На данный момент занимаемся демонтажом асфальтобетонного покрытия. После перед нами стоит очень важная и ответственная задача по демонтажу балок пролетного строения. Одной из претензий горожан было маленькое количество людей и техники, задействованных на мосту. Строительством путепровода занимаются мостотряд номер 30 из Уфы и мостотряд номер 123 из Перми. Работы выполняют 30 человек, по 15 рабочих в каждую смену. Начальник участка 30-го мостотряда Раиль Мулюков когда-то строил этот путепровод примерно 28 лет назад. А теперь ему же приходится его разбирать. Поток, конечно, 10 раз меньше было тогда. Тут вокруг стояли деревянные дома, вот когда мы встали сюда в 90-м каком-то году. Вот все-таки его построили, тогда потока мало было. А сейчас видите, какое движение здесь. Если закроем, еще тут, наверное, не знаю, что будет тут. Наверное, нормально должно быть. Срок мы должны сдать. По словам Раиля Мулюкова, за 30 лет технологии строительства изменились и стали гораздо прогрессивнее. Однако, чтобы строить быстро, приходится работать и днем, и ночью, что не очень радует жителей ближайших домов. Строители жалобы людей в соцсетях на шум видели, но отвечают, что другого выхода у них нет. Если работать только в дневную смену, то срок реконструкции путепровода увеличится примерно втрое. Сложности, в принципе, перед нами, они все решаемы, но как бы хочется попросить населения города Уфа немножко добраться терпения. Понимаем то, что какие-то неудобства мы все-таки для города вносим, но все же, чтобы успеть к сроку сдачи объекта, у нас работа проводится бесперерывно. Самая главная сложность в данной реконструкции – это поток машин на проспекте Салавата-Юлаева. Ведь в любой момент с моста на движущийся автомобиль может упасть часть конструкции. Именно поэтому самые опасные работы ведутся ночью. Для этого под мостом стоят сигналисты. Это люди, оснащенные рациями. Они оповещают рабочих на путепроводе о приближающемся транспорте, и на этот момент работы останавливаются. Как только под мостом становится пусто, работы возобновляются. В скором времени развязку могут закрыть полностью, чтобы ремонтировать путепровод не по полосам, как это происходит сейчас, а целиком. Чтобы понять, насколько это возможно, в тестовом режиме движение закроют на субботу, воскресенье и понедельник. На третий день, когда картина станет ясна, рабочая группа во главе с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым подведет итоги эксперимента. И вместе с главой региона примет окончательное решение – закрывать развязку на весь срок ремонта или нет. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов и Сергей Емаев, телеканал ЮТВ.